Основная часть жюри будет в воскресенье на фитчинге уже готовых прототипов или идей, которые как-то обрисуете, потому что некоторые самолеты, некоторые еще сегодня не прилетели. Поэтому сегодня по криптовалютам, по биткоину есть у нас в зале Емельяненко Тарас, он сейчас скажет что-то? Коротко. У него можете взять, кто будет по криптовалютам работать, день для АПИ, и у них есть тестовые биткоины, они их раздадут. И с ним еще Сергей, он будет оценку идей, новизны делать и концептуальности. Вот они скажут в своем. Добрый день. Я представляю компанию Blockchain.info как амбассадор, скажем так. Я там не работаю, я просто больше как консультант. И я буду консультировать команды по использованию АПИ. У меня есть на связи пара ключевых разработчиков от Blockchain.info, которые делают этот АПИ. Мы в любой момент можем им позвонить, если что. Если я не смогу ответить на какие-то вопросы, то тогда они смогут ответить на эти вопросы. Плюс ко всему у меня есть ключи АПИ. То есть там есть ограниченное число, ну в бесплатном использовании там ограниченное число запросов. У меня ключи безнаметные, то есть я командам раздам для использования эти безнаметные ключи, могут использоваться. Плюс ко всему прочему, команды для экспериментов получают по 5 долларов в биткоинах. Каждая команда получает на счет, если они планируют использовать Blockchain.info АПИ в проекте. И в конце хакатона у нас будет свой приз от имени Blockchain.info. Мы его вручим самому интересному проекту, который будет использовать Blockchain.info АПИ в своей работе. Спасибо. Так, тогда еще по криптовалютам. Павел Кравченко здесь. Ребята зарядили в этом году на целый год мероприятий каждый месяц. То есть я на них смотрю, даже не успеваю просто посещать. Скажи что-нибудь. Всем привет. Я представляю компанию Distributed Lab, основателем которой я являюсь. Мы действительно проводим кучу мероприятий по Blockchain, по капиталу, по биткоину. В этом году уже было три, не считая этапов, три конференции. Причем странно, собственно, Blockchain-технологии часто входят в FinTech. Но, допустим, Blockchain-конференции собирают сотни людей каждый раз, в каждые два месяца. То есть мы должны это как-то объединять. Теперь в FinTech должны выйти уже, наконец-то. В Blockchain. Да, может быть. Собственно, Hackathon. Вы проводили Hackathon уже по Blockchain, по биткоину. В этот раз у нас, получается, есть направление. Есть Blockchain-info международная компания, самый крупный кошелек в мире. У нас спонсор конференции был, то есть это очень круто. Что касается проектов, от нас есть аппель аукциона децентрализованного, который в Украине запускается. Если вы хотите использовать, то обращайтесь ко мне. Этот проект намерен изменить то, как будет торговаться вообще госсобственность в Украине. Сейчас это прозоро, вы знаете, что это достаточно инновационный проект. Но это следующий уровень аукционов, который полностью не подвержен коррупции. За счет того, что государство вообще не может контролировать. Есть Акви, которые мы представляем. Опять же, полностью open source. Можно строить торговые площадки поверхности, вообще всякого рода приложений. Что-то практически это, как бы, сеть бирж, которые могут торговать чем угодно. Ну, а команды с организаторов, хочу сказать, ну, классно видеть вас здесь. Ну, как это, они всегда приносят что-то новенькое, сближают людей, как-то дают поток идей. И, опять же, я лично буду помогать командам по вопросам децентрализации, архитектуры, криптовалют и, ну, то есть любые криптографии. Моя специальность на криптографии. Будет еще несколько разработчиков, которые тоже будут, ну, могут брейкштормить и реально, ну, проектировать и даже где-то писать код. Я уже знаю, с какими командами я буду работать плотно. Они уже здесь. Так что, всем удачи. А, да, кстати, вот год назад, кстати, первый продукт нашей компании, именно продукт, был разработан на Хакатоне в Сингапуре. Мы были втроем. Вот я, Лиля, еще Владимир, он скоро подойдет, когда проснется. И с тех пор мы строим этот продукт уже в компании. То есть это реально крутой способ что-то сделать. Для меня Хакатоне это как, я сажусь и погружаюсь в какую-то задачу, в прошлый раз за 10 часов, ну, Хакатона, там, с утра до вечера написал статью на 10 страниц. С тех пор там текст поменялся, там, только на парочку. Мне нравится, в принципе, я с Хакатоном познакомился с, наверное, 2008 году, с таким форматом, 980, я делал такие хакерсы. Хакерс энд фаундер, если кто их знает, они сейчас роботов делают финансовых. Сегодня есть кто-то роботов финансовых пришел делать? Нет? Есть кто-то, да? Вот, интересная очень вещь такая, которые сами все платят за на спицы, покупают, а играть там надо. Ну, ладно. После обеда еще чуть-чуть отнимем ваше время и озвучим ребят, которые будут помогать в МНТ, и к ним тоже можно будет обращаться, они позже подойдут из финансового сектора. Вот, а сейчас дальше, 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 дальше. За стенкой находится инкубатор 1991, кто не знает. У ребят начинается второй этап инкубации через неделю. Вот, и они сказали, что если команды будут сильные, красивые и интересные, в общем, они могут взять, это их приз такой будет. Я думаю, Виктор сам скажет. Да, всем привет, меня зовут Виктор, я представляю инкубатор 1991, возможно, кто-то из вас уже слышал о том, что такое существует. Пару слов скажу о том, что мы делаем. Мы в 2012 году сделали первый тогда хакатон на тему взаимодействия граждан и государства. Вот, и поняли, что такие вот сервисы на эту тему, они невозможны без наличия государственных данных. Вот, и с тех пор мы занимаемся всеми процессами в Украине, связанными с открытием государства их данных. И это в том числе, ну, это касается, на самом деле, там, всех сфер, вот, агропромышленности до инфраструктуры, и в том числе это охватывает и финансовый сектор. В чем суть? Суть в том, что ежедневно человечество производит примерно, там, 2,5 тысячи, или даже больше, 2,5? Нет. 2,5 триллиона гигабайт, вот так вот как-то цифра там звучит, данных. Вот, и большинство из этих данных на сегодняшний день, они остаются без внимания. Но если брать эти данные и их интерпретировать, то в ключевые индустрии экономики можно внедрять такую вещь, как data-driven decision-making, что означает, как бы, что, используя какую-то интерпретацию данных, конечный потребитель может принимать решения на базе этих интерпретаций. Вот, и говоря о финансовом секторе, это, могу сказать, что это является там сейчас одним из приоритетов перспективы, где-то примерно годичной, вот, и мы бы очень хотели взять стартап, который использует классную финансовую data и очень классно ее интерпретируют, и взять таких ребят, как нам, на двухмесячную инкубацию. Вот, подробнее о инкубации можно будет спросить у меня лично, посмотреть на сайте, там, 1991.vc. Ну, и в целом желаю всем удачи. Знаю, что Хакатон дело непростое, поэтому постарайтесь ночью чуть-чуть поспать. Очень классно. Про данные я сказал, сейчас данные получаются какой-либо кислый газ приблизительно. То есть людей становилось больше, мы дышали больше и планету загрязнили. Сейчас пытаемся ее очищать. И данных все больше и больше генерируем. Теперь нужно хороший проект, который будет эти гигантские массивы данных отфильтровать в хороший. А еще говорят, что data is the new oil. О, правильно. То есть команды, которые сформируются и хотят получить такие хорошие инъекции, смысловой нагрузки, что-то продвигает свой проект дальше. То есть это вот первое. Можно будет попасть в инкубатор, если ребята выберут. Второе. Есть у нас буквально предоткрытие новое нерабочее место. Сейчас есть представители тут, которые тоже подарят приз команде на срок определенный. И так, что там. Короче, можно будет в команде сесть в виде приза. Там бесплатно. Можете, ребята, сами об этом сказать. Вячеслав и Руслан. Вот они как раз скажут. Пару и призы. Всем привет. Мы основатели колоргии на нерабочее место. Пару слов о нас. То есть мы вот-вот открываемся. Мы находимся рядом с ВДНХ. Выход из метро. Выставочный центр. Новый такой стеклянный бизнес-центр на 14 этаже с потрясающим видом. В общем, все, кто там рядом или где-то приходите к нам, посмотрите. По поводу приза. Мы даем 4-местный кластер на 3 месяца для той команды, которая будет в числе победителей. Да, это победители как организаторы. Вот. Хочу от себя также добавить, что вы все молодцы, что так утром рано в субботу пришли. Вы, в принципе, уже практически победили себя в какой-то степени. Желаю себе победы, ну и развития в возрасте. Очень приятно, когда начинается новый бизнес. Мы тоже начинаем. И Хакатон, он предлагает создать команду и двигаться дальше. И мы приглашаем всех в наше нерабочее место, чтобы там не только создавать, но и отдыхать, и двигаться дальше. Спасибо. Спасибо вам. У Лигар есть партнер. Владимир Шупак. Он здесь находится. Этот человек перешел из зоны бизнеса туристического, переходит сейчас в финтек. Ему, если вам нужна будет какая-то бизнес-модель, я думаю, он может рассказать, как строится бизнес. Потому что, по-моему, бизнесы все одинаковые. Любой отрасль. Ну, просто есть только специфика. Так что можете к ним обращаться. Вот он. Кому не видно, подвините руку, пожалуйста. Все. Владимир. Можете к нему подходить. Так, дальше. Можно будет запартнериться с нашим генеральным американским спонсором. Они не смогли прилететь с Америки. Организатор Михаил Быковский от них сейчас нам привет быстро передаст. Вот это они кудятся. Кто хочет в Америку, я думаю, стоит в контенте. Всем привет. Меня зовут Михаил. Я представляю украинский венчурный хаб. И в данный момент нашего генерального спонсора компанию Fintech Hub Global. Это международный Fintech инкубатор с офисом в Сан-Франциско, в Калифорнии и во многих других странах. Которые реализуют самые интересные проекты, превращают их в успешные бизнесы. И открывают офис в Киеве. И приглашают всех участников зарегистрироваться. Но там на ипотике есть форма у них. Оставить свои контактные данные. Это даст возможность вам участвовать в самых интересных проектах. Путешествовать и работать в офисах компаний в Америке, в Англии, в Китае, Японии и Испании. Также развивать собственную компанию, так как каждый сотрудник получает опцион. И возможность релокации в офисы компании. Поэтому просим всех регистрироваться на их айпатике. И с вами будут представители компании связываться. Присоединяйтесь к одному из лидеров Fintech отрасли в мире. Есть у кого-то уже совсем серьезные проекты. Есть здесь в зале Юрий Лисничий, представитель института анализа и прогнозования. Поднимите руку, пожалуйста. Это если вам уже надо подвлекать на уровне педкуба вот таких стартапов. То есть к этому человеку можно обращаться. Они полностью по продвижению маркетинга, телевизор могут помочь. И еще за эти два дня вы можете обратиться к нашим партнерам. Школа профессионального коучинга. Здесь Александр от Украины и Тома Шкук. Они смогут сделать вам коуч. Прямо здесь во время хакатона. И в виде приза тоже. Вот они сейчас скажут, что такое коуч. Всем привет. Доброе утро. Меня зовут Саша. Я представляю школу профессионального коучинга. Вообще жизнь такова, что не все стартапы доходят до финиш. Становятся успешными. Общества встают жизнеспособными. Есть нечто, что кроме качества, идеи и продукта, помогает им выйти на коммерческую привлекательность. Первый элемент, когда вы должны или вам нужно будет показать привлекательность вашей детали, это продать ее нашим жюри. И тут, скорее всего, нужно говорить не только о характеристиках вашей идеи, вашего продукта, а сделать что-то, что принято называть helicopter view. То есть показать, чем идется нам, кто ваш клиент, какие вопросы клиента решаются, когда вы или как вы можете выйти на какие-то коммерческие штуки и так далее. Наша школа профессионального коучинга занимается тем, что является необходимым элементом при инкубации, инкубации, даже акселерации. То есть она помогает команде выйти на совершенно иной результат. И мы сегодня и завтра тоже с вами вместе поработаем с каждой командой над этими вопросами. Я хотела бы вам представить наш международный партнер, Промашкук, аккредитованный коучинг Международной Федерации Коучинга, который тоже вам со словами приветствия сделает какие-то важные предложения. Я надеюсь. Добрый день, мне очень приятно видеть вас, встретить вас. Три года работаю со студентами, которые в стартапах начинают свой будущий бизнес. На протяжении трех лет я работаю со студентами, с молодыми людьми, которые тоже занимаются стартапами и пробую начать свой собственный бизнес. И я посмотрю такое зjawиско, такой процесс, что одни группы осуществляют успех, а другие, нистете, не. И я имею возможность в протяжении трех лет наблюдать такую ситуацию, что кому-то удается, кому-то не очень. През три года работаю с ними над тем, чтобы понимали, как использовать потенциал группы и потенциал каждого dokładного участника. И что заключается в том, что я помогаю командам, членам команды, осознать потенциал каждого, понять какую ценность приносит каждый из них и таким образом выйти на синергию команды. И у меня есть такая надежда, что я смогу в своей экспертизе помочь данным сгущим вам стать лучше или выйти на другие результаты, показать вас лучше с лучшей стороны. Я уже очень сильно вас задержал, поэтому... Зачинал. Нет, подождите. Я еще хочу сказать, что в школе профессионального коучинга одному из победителей дарит профессиональное коучинговое сопровождение команды. Это будет пять стратегических сессий по ключевым вопросам развития вашей бизнес-идеи от аккредитованных коучингов Международной Федерации Коучинга. Так что, не стесняемся, обращаемся.